В третье воскресенье октября в России отмечают День работников дорожного хозяйства. Профессиональный праздник – еще один повод подчеркнуть значимость этой службы. По-особенному важна ее работа в зимний период, когда для поддержания чистоты и порядка на дорогах требуется больше сил и труда. О том, как Люберецкие дорожники подготовились к предстоящим снегопадам, расскажет наш корреспондент. В преддверии зимы уже по многолетней традиции Люберецкая ДЭП выставляет весь боевой арсенал. Перед тем, как перестроиться на новый режим работы, эта техника прошла тщательную проверку. У спецмашины готовы к снегопадам технически, а люди – морально. В наши обязанности входит убирать остановки, тротуары, чтобы было чисто, чтобы людям удобно было ходить. Зима – самый сложный момент. И скользко – это посыпать, и с лопатами работаем, и техника работает. В общем, все. Тяжело, конечно. Зимой, летом, весной намного легче. За добросовестную работу и готовность трудиться при любых погодных условиях сотрудники дорожного хозяйства получили грамоты и благодарственные письма от имени главы городского округа Люберцы и от Совета депутатов. Ну, нужно дорожную сеть содержать, как говорят, в нормативном состоянии, ну, по крайней мере, уменьшить жалобы жителей. Я думаю, что мы с вами будем вместе получить удовольствие, когда выехал утром, и дорога как бы открытая, пробок нет, и мы по незаснеженной дороге проезжаем. Объем работы у сотрудников дорожного хозяйства колоссальный. На территории городского округа Люберцы 674 автомобильных дорог. Из них одна федеральная и 18 региональных. Общая протяженность дорожного полотна превышает 360 километров.